Тенатианал Инкерест, США, купив российский С-400, Турция может лишиться Ф-35. А что насчет Греции? Дарья Леоне, Тенатианал Инкерест, США. 23 июля 2019 года. Администрация Трампа обмолвилась о намерении вышвырнуть Турцию из программы Ф-35. В заявлении от 17 июля пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, Степани Гришем, назвала дальнейшее участие Турции невозможным. К сожалению, решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе Ф-35. Истребители Ф-35 несовместимы с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей. США активно сотрудничают с Турцией для поиска решений ПВО для удовлетворения ее законных потребностей в противовоздушной обороне, и нынешняя администрация выдвинула ряд предложений сделать Турцию первейшим из кандидатов на получение американской системы про патриот. Турция уже свыше 65 лет является давним и надежным партнером США и союзником НАТО, но покупка С-400 подрывает обязательство отказаться от российских систем, которые взяли на себя все союзники по НАТО. Это решение будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом. США по-прежнему высоко оценит стратегические отношения с Турцией. Будучи союзниками по НАТО, мы развиваем многогранное сотрудничество, и наши отношения АФ-35 не ограничиваются. Наше военное партнерство крепко, и мы продолжим активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием в Турции С-400. Генеральный секретарь НАТО Янс Стутенберг повторил, что С-400 в общую систему противоракетной обороны Альянса войти не может, но подчеркнул, что у Турции имеются самолеты и радары, которые останутся в рамках системы. Как мы недавно объяснили, США грозят исключить Турцию из программы истребителей Ф-35, если Анкара не откажется от российской сделки по С-400. По этой причине, опасаясь возможных санкций в ответ на приобретение системы ПВО С-400, Турция формирует резерв запасных частей к истребителям Ф-16 и другой военной техники. Выйдя из программы Ф-35, Турция будет искать альтернативу и в том числе рассматривать российские истребители Су-57. Параллельно она начнет разрабатывать собственные военные самолеты и баллистические ракеты для внутреннего использования и экспорта, заявили турецкие чиновники. Если Турция согласится на закупку Су-57, она станет первым покупателем российского истребителя-невидимки, кроме самой Москвы. Ранее Индия отказалась от совместной программы ОКП имени Суховой и Хиндустан Айронатикс. Аль, по разработке истребителя в КФА, он же перспективный многоцелевой истребитель, по сути модификации Су-57. Примечательно, что, несмотря на озабоченность США решением НКР и приобрести С-400, российские ЗРК старого поколения вовсю используются другими странами НАТО, отмечает сетевой журнал Scramble Magazine, Шрамбле магазине. Так, модифицированные С-300 стоят на вооружении в Болгарии, Греции и Словакии. С-300 по-прежнему считается одной из самых мощных систем ПВО в мире. Греция, член НАТО В 1999 и 2004 годах подписала с Россией новые соглашения на закупку ЗРК средней и низкой высоты ТОР М-1С. В настоящее время эти российские системы являются неотъемлемой частью ПВО Греции и развернуты на греческой части Кипра. С-300 и ТОР М-1 также имеют радиолокационные системы, угрожающие F-35. Их США, судя по всему, угрозы и не считают. Вероятно, это как-то связано с тем, что вышеупомянутые ЗРК-106-300 и менее продвинутые, а также с тем, что прямого российского присутствия, советники, инструкторы, технические специалисты, они больше не требуют. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.